Красота! Это любовь! И захлопнула случайно ключ от предыдущего номера. Всем доброе утро! Я проснулась! Тут так прикольно! Вообще солнышко светило. Слушай, конечно, не светит. Вот так. Красота! Сейчас вам покажу вид. Конечно, он тут не совсем прикольный. Но покажу. Такие дома. Вот этот дом, если не смотреть. Ночью было вообще прикольно. Тут так все светилось. Я даже фоточку сделала. Так, прям вообще кайфушечно. Я тут лежу такая. Надо собираться. У нас сейчас через полтора часика переселения. Ну как у нас, у меня. Потому что я пока одна. И у меня переселение. Другой номер. Так что... Надо одеваться, собираться, накраситься, красивенькой быть. Нет штатива. Я постараюсь, конечно, поснимать. Поснимаем с вами... Номер. Наверное. Покажу вам, какой номер. Но он не очень прикольный. Прошлый раз был вообще прям офигенский номер. Сейчас все занято. Здесь неудобная кровать. Непонятная какая-то. А так прикольненько. Нам сегодня приносили завтрак. Ну как приносили, мы заказывали. Нам приносили. Ела вкусный круассан. У меня был омлет. А я сфотографировала. По этой фотографии выложу. Гранолу ела. И вот хочу. Дома, наверное, тоже сделаю гранолу. Очень прикольно. Вспомнила. Давно такого я не ела. Она была с йогуртом. И с каким-то... С малиновым... Чаймом. Нет, не джем. Это что-то было не такое сладкое. Сладкое. Это как будто малина протертая. А для круассана была... Смородина с сахаром. Прям она тоже как будто, знаете, протертая. Вообще не было ни крупиночек, ничего. Но она как будто не варенье. Я не знаю даже, как это назвать. Ну вот. Так что сейчас буду быстренько собираться. А то придут, а я тут в халате валяюсь еще. Мне надо еще вещи будет перенести. Тебе ничего не забыть. А тут забывать-то нечего. Две сумки. И обувь. Пошариться. Не знаю, может схожу куда-нибудь. Я боюсь, что я потеряюсь. Я тут вообще... Вот отсюда, где я сейчас нахожусь, я вообще не знаю, куда можно сходить. Тут рядом даже, по-моему, торговых центров нету. Тут надо далеко куда-то идти. А еще прикол. Я вчера собиралась-собиралась, в итоге забыла таблетки для носа. Это вообще капец. Я достала пачку. Думаю, блин, она начатая, мне не хватит. Думаю, сейчас достану целую. Целую. Пошла. И пошла волосы выпрямлять. И все, и забыла. Собралась вечером пить. А у меня их нету. Думаю, классно. Я нос полечу, он мне вообще не проходит. Он у меня одно время прям вообще дышит. Потом хоп, и вообще не дышит. Где-то там далеко заложено. И все. Раньше так прям таблетки. Я буквально три дня попила, и все проходит. Тут я уже пью три дня. Четыре, наверное, я пропила дня. И вообще ничего не помогает. Причем я с антибиотиками пропила, потому что гайморит не лечится без антибиотиков. Я уже второй курс антибиотиков пропила. Это вообще какая-то жесть с моими болезнями. А это знаете почему? С девчонками раньше очень мало болели. У меня был режим. Сентябрь. Конец сентября мы начинаем пить курс витамина. Потом еще бывало, что в декабре мы пропиваем. И всегда в конце февраля, в начале февраля тоже пропиваем. Тут мы нафиг все позбивали с этими витаминами. Вообще нифига не пьем. Девчонки, вот сейчас, не знаю, меня нету. Я маме забыла сказать. Тоже витамины, скорее всего, не будут пить. И, соответственно, иммунитет слабенький. Витаминов не хватает. А я еще и мяско не ем. Мне вообще надо. Я нашла себе омега-3. Вот эти все, что никогда не хватает. Это я раньше и коллаген пила там тоже. Много всякой витаминчиков. Ну, я так думаю. Может, там, конечно, так. Но там белок. Потому что он... Да-да. Коллаген это же... Мне, кстати, рыбный нравится. И вообще сухой прикольнее, чем в таблетках. Я в таблетках пила. Вообще эффекта не почувствовала. А вот сухой... Не знаю, кто-нибудь пьет коллаген. Напишите, какой классный коллаген пили. Я вот пила рыбный. Ну, не знаю, у меня фотки нет. И вот он прямо, который питьевой, он намного лучше, чем в капсулах. Потому что я по ногтям, по своим ужасным, прям вообще почувствовала. Чего, я его месяц пила. И вот у меня ногти такие прям хорошие стали. Я обычно по лицу чувствую, что у меня... Ну, у меня и так кожа хорошая. Единственное, вот здесь бывает раздражение, что я то крем использую, какой-нибудь, то еще что-то. И вот эта часть. А так у меня кожа, мне вообще нравится. Но кожа моя такая. Не просто так. У меня до этого прям были веки нависшие. Я вот опять заметила и стала сейчас филонить. И не делать массаж. Я раньше постоянно утром. Зарядка обязательно. И массаж лица. Всегда делала. Вот я, наверное, что, месяца 4 у меня ушли вот эти... Нависшее веко ушло. Морщинки такие. Кожа нежная. Я еще делаю всегда. Кто-то показывает на сухое лицо. Но я делаю всегда на этот... Алоэ. 99% по-моему, она идет. Вот эта зелененькая бутылочка у меня есть. И вот я всегда на него делаю. Сам алоэ, сам по себе прикольный. И плюс это... И плюс массаж очень хорошо помогает для лица. Сейчас еще одно нашла упражнение, что нужно начинать не с лица, а с плечей. Что тут за жимы. Вот у нас где зажимы есть, там бесполезно. Что-то кровотоки какие-то нарушаются. И от этого у нас целлюлит появляется, морщины появляются. Вот антицеллюлитное средство. Самое прикольное вам расскажу. Берете шарик теннисный. Вот жалко, я не покажу. Надо дома показать. И стопой. Внутренней частью стопы получается. Вы просто его ногой перекатываете. Вот такое упражнение. Снимает вообще, мне кажется, любые зажимы. Там много всяких этих упражнений. Там, по сути, с утра, если вот эти упражнения делать, можно даже, если вы не хотите супер накачанное там тело, можно даже вообще не заниматься. Там весь целлюлит, все поуходит. Просто от вот этих 15-минутных упражнений. Я просто на себе пробовала. А потом начинаешь забивать. И, естественно, с нашим питанием, то булочки, то что-то, и весь целлюлит, все обратно возвращается. Короче, главная система. Ты систематически делаешь, у тебя все классно получается. У тебя кожа выравнивается. Вот у меня в прошлый год я прям занялась так. И потому что поправилась. Для меня 62 килограмма было. О, это вообще, господи, что за цифры. Вот. И целлюлит у меня, конечно. Мне так хотелось в шортиках ходить. Вот это все. И я вот занялась. И у меня в середине лета уже такие ножички были. А я вчера, кстати, скрабом опять скрабилась. Господи, девочки, это любовь. Я вам постараюсь. У меня фотки были. Я распаковку делала. О, я ссылку вставлю. Вот здесь. На распаковку этих кокосового масла и кокосового скраба. Это просто, это такой аромат. Потом вещи пахнут кокосом. Это вообще у меня пижама пахнет. Это просто божественно. Там еще в этот скраб, знаете, как будто тоже добавлены какие-то масла. Мне кажется, после скраба даже не нужно маслом пользоваться. Потому что кожа настолько нежная становится. Она прям как будто ее уже напитали чем-то. Ну вот, блин, это прям моя любовь. Я до этого скрабами пользовалась. Я свой делаю скраб. Ну, я тоже, кстати, это масло добавляю. Но там запах, во-первых. Нужно какие-то эфирные масла добавлять. Я обычно это забиваю. Беру просто мед в высушенную гущу от кофе. Кофе варю. И оливковое масло я добавляю. Ну, аромат, конечно, кофе. Это прикольный аромат. Но все равно масло вот это и там, что добавлено, не дает такой нежности. А тут я не знаю, что там добавлено. Оно и аромат тебе кайфово от себя. Ты так вкусненько пахнешь. И плюс текстура у него такая интересная. Баночка небольшая. Там 300 миллилитров всего. Но расход очень маленький. Там прям берешь, вот, на два пальчика. Два раза я беру на одну ногу, на другую. И на все тело мне хватает. Оно очень хорошо разотвается, расходится по телу. И масло так же. Прям вообще любовь моя новая. Все, я накрасилась, готова. Сейчас у нас будет переселение. Я уже жду. Как красиво. У нас переселение. Я, короче, часть вещей внесла. И захлопнула случайно ключ от предыдущего номера. От того, главное, взяла, в который переселяюсь. Я не подумала, что дверь захлопнется. И часть вещей осталась там. Часть я туда уже внесла. Сейчас переселюсь, покажу, какой там номер. Дом. Давайте пойдем в ванную комнату. Ну, как в ванную. Здесь просто душ. Полотенце, фен. Туалет. Ну, собственно, зеркальце. Я такая красивая. Кофту снять здесь жарко. Открыть что-нибудь. Сам номер. Обычный маленький номер. Стул, столик, телевизор. Сейчас опять буду красивая я. Опять красивая я в зеркале вот в таком. Здесь холодильник есть, тумбочки, кровать, светильники. Ну, в общем, номер и закончился. Ну, здесь есть еще шкаф. Мой чемоданчик, сейф, тапочки. Мой чемоданчик, сейф, тапочки. Ну, в общем, и все. В общем, номер закончился. О, вид! Я сейчас вам покажу, какой тут вид другой. Ох, как тут жарко. Прям не открывали, как будто окна. Я вот сейчас окно открыла. Сейчас покажу, какой тут вид. Тут другой. В первом номере прикольные были окна в пол. А тут не в пол, конечно. Ой, и окна, конечно, не такие чистые. Здесь вот такой вид. Локомотив-арена. Отсюда видно. И такой далекий Новосибирь. Здесь, кстати, отсюда идти. Я вообще даже не знаю, в какую сторону можно сходить погулять. Он как тот человек по снегу. Можно пошлепать. Ну и все. Ну и все. Мамулечка специально для тебя снимаю. Смотри, какая красота! Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok